Приветствую каждого игрока от Овощи до Статиста на моем канале, с вами Зав, и сегодня мы обсудим такую машинку как Объект 268 вариант 4, кстати его еще называют ПТ ОМОН, наверное мы его будем периодически ОМОНом называть, ну так для параформы. Значит завезли данное предложение и на ру и на евро, но завезли немножко по разному, на ру регионе есть вариант вот для бедных за 22 500 и есть вариант для тех кто побогаче за 25 тысяч золота, в варианте для тех кто побогаче есть 5 мистических контейнеров, это какой-то шанс на танк и может быть даже какое-то золото, также есть приказ, приказ на 50 побед, причем 50 побед можно делать походу на любом танке, И вы получаете 3 мега контейнера, награда такая себе, но 50 побед мы все-таки можем сделать, также положили легендарный камуфляж, в легендарном камуфляже смотрится он в принципе отменно, я считаю что очень красиво, конечно нифига не исторично, но красиво, но красиво. Ну и 25x5 естественно только для 2684, хорошо, ну а что же там на евро, чем же он отличается, давайте я вам покажу. Смотрите, вот так вот он выглядит на ру регионе, этот набор, да, а на евро регионе он выглядит следующим образом, какое же в них отличие, единственное отличие, которое здесь есть, это цена, 27 500 он стоит на евро, а на ру регионе он стоит 25 тысяч золота, наборы абсолютно одинаковые, То есть просто на евро решили накрутить 2500, вообще ни за что, я не знаю за что. И если вы планировали взять танк, то на ру регионе я наверное советую все-таки взять его в полном фарш, потому что 25 тысяч это более или менее нормальная адекватная цена для тех, кто хочет получить вот это все в комплекте вместе с танком, А 27 500 я считаю, что это перебор, все-таки 5000 переплатить, ну такое себе, я имею ввиду между танком вообще в бомжеверсии, когда он голый за 22 500 и 27 500 когда он фуловый, то есть 5000 надо переплатить, ну такое себе, такое себе. Кстати тут плюсы и минусы расписал о танке, подписывайтесь на телегу, почитайте, все узнаете. Ну что же, давайте выкатим, давайте выкатим эту мировую машину, машину мирового уровня, давайте встречку выключим все-таки, бустеры у нас выключены, все, поехали, полетели, полетели. Кстати на евро тоже начался еще ивент, я вам сейчас его покажу тоже, плохо у нас все началось там, вот так вот выглядит этот ивент, тут мелковато конечно, Но самое главное, то что вам нужно сделать 300 побед, 300 побед, 300 побед это конечно не хухры-мухры, но реально. Так, куда мы поедем, поехали на СТ, хотя если Шкода и ТВП на меня кинут, то будет очень грустно. Что можно сказать о танке? У танка есть броня, брони много, действительно много, он танкует, периодически танкует, Но танкует далеко не все, и танкует далеко не всегда. Чтобы понять как он танкует, нужно немножко посмотреть на его броню, посмотреть на его броню, но в целом самое главное, самое главное, это смотреть четко на противника. Когда вы смотрите четко на противника, то ему пробить вас сложновато, но, как вы видите, все возможно. Переключился на голду вазик 113 и пробил Вообще не испытав трудности Опять голдой лупанул По щеке пробил То есть на голде он пробивает Вполне себе легко Вполне себе без каких-либо проблем О, еще и танкует грамотно Слушайте, опасный парень какой-то Я-то думал, что это какой-то Не особо парень умный Короче, вот против умных парней Против умных парней Он не танкует от слова совсем Прям совсем Прям вот совсем-совсем Ну вот, видите, он мансиет То есть разводит меня Пришлось стрелять Пытаться пробить Ну, как вы видите, не залетело Наши парни все еще ждут Наши парни все еще стоят А я самое главное, ничего не могу ему сделать То есть он меня просто голдой лупцует Пробивает вообще во все щели В легкую причем Как-то даже обидно Хотелось показать, что танк бронированный А показываю, что у него брони Нет практически от слова совсем Ну, хоть здесь мы ему залепили Альфа есть Альфа довольно суровая Если сейчас меня кто-нибудь не прикроет сзади Потому что сзади брони нет Сзади не потанкуешь А ТВПХ что, у нас не играет, что ли? Ну вот и все Вот и закончились наши страдания Замечательные Первый бой зато показал Насколько действительно у него много брони Вазик 113 просто в легкую перестрелял меня Итак, бой закончился Естественно Естественно, не в нашу пользу Мы успели дать два результативных выстрела И то по башенкам Почему я не смог наклонить пушку? Потому что у нас всего лишь 5 градусов УВН То есть как бы пушка не склоняется О, мы приказ получили Поход за трофеями Надо посмотреть, что там за приказ Окей Мы были даже результативными На второй позиции закончили Давайте посмотрим на процент побед У Вазика 113, 157% То есть видите Даже с 57% Парень уже понимает Как нужно танковать Как нужно выкатываться на Объект 2684 И что нужно зарядить голду Все Больше ничего для этого знать не нужно На голде абсолютно легко пробивается Ну, конечно, не на всех танках На Вазике 113 в легкую пробивается Вот так вот выглядит наш приказ У нас вот такой вот приказ То есть попроще Без долота Без каких-то ништяков На евро там приказ поинтереснее Там хотя бы можно получить танк Давайте на броню посмотрим Давайте посмотрим на броню Замечательный первый бой Он прекрасно все нам показывает Будем стрелять с АМХ С АМХ 30-го Пробитие на ББ-шках 250 мм О, смотрите Вот сейчас я буду ехать И как раз будет видно Вот на ББ-шках Вот так вот он легко пробивается Ну ладно 250 мм на ББ-шках И 295 на голде Почему нам важно знать То, что 295 на голде 295 это примерно пробитие ПТ На обычных ББ-шках Естественно, на голде Которые есть у некоторых ПТ-САУ Тут и НЛД-шка становится полностью серой И щеки полностью становятся серыми Это уже нам не интересно Нам нужно посмотреть на то Как на более-менее стандартном бронепробитии Пробивать эту машинку Вот мы на это и сейчас посмотрим Ну естественно, самый простой вариант Это пробить комбашенку То есть тут по щекам стрелять Смысла абсолютно нет На ББ-шках ничего не пробивается Здесь, кстати, комбашенки нет Это фейковая деталь То есть сюда стрелять смысла нет То есть вот я сейчас еще один выстрел сделаю Давайте Все прилетает мимо Сюда не стреляйте Стреляйте именно вот в эту башенку В нее будете пробивать Пробивать будете причем 10 из 10 Сюда вообще очень легко все пробивается Есть еще вот эти маленькие визоры Они, кстати, тоже пробиваются Но не всегда Тут нужно именно попасть в них То есть вот я попал Наконец-то Пожалуйста, прибор наблюдения сломан То есть действительно можно пробить На Галде На Галде появляются два вот этих Маленьких-маленьких участка Но это 295 миллиметров Если бы здесь было там 350 миллиметров Естественно, все было бы проще Но даже в эти маленькие-маленькие кусочки Как вы видите, танк пробивается Но не всегда Не всегда Там все-таки подсветка довольно красная Когда мы заезжаем чуть-чуть сбоку Сразу же оголяется щека Чоку пробить проще паренной репы Поэтому в нее я стрелять не буду Буду стрелять по каткам Значит, первый выстрел в каток, как вы видели Без пробития Дальше смотрите Здесь есть вот такая маленькая деталь Она как раз таки и показывает Когда можно пробивать эти катки Ну, не совсем, конечно Там через каток все еще не залетает Но вот сюда залетели Как вы видите, залетело Чуть-чуть еще нужно проехать вперед Вот чуть-чуть буквально еще вперед проехать Стреляете по каткам и все То есть, как только она стала серой И еще чуть-чуть, все Значит, вы пробиваете эти катки На фугасах На фугасах тут ничего не бьется То есть, куда бы я ни смотрел Там спереди, сзади Ничего не бьется на фугасах Фугасами стрелять бесполезно Вот такой вот танк Вот такая вот у него броня То есть, фугасоприемником, конечно, не является Но пробивается достаточно легко Даже на обычных стандартных ББшках 250 мм Вы всегда можете стрелять вот в этот лючок Очень легко и непринужденно в него попадаете И пробиваете Само собой, ВАЗик, который против меня сражался Имеет большее бронепробитие Давайте вот сейчас ради интереса посмотрим Сколько бронепробития у ВАЗика Вот он, ВАЗик 113 Ну и у меня он сейчас, кстати, на калиброванных снарядах Я уж не знаю, на калиброванных он катался или не на калиброванных Но, тем не менее На Галде у него 335 мм 335 мм уже, видимо, хватает для того, чтобы пробить НЛД То есть, 295 там все еще красное На 335 там становится все уже более-менее серенькое Если играть, кстати, как я На калиброванных снарядах То 369 мм вам 100% хватит для того, чтобы пробить бедолагу объекта 2684 Ну хорошо, давайте еще одну каточку Давайте еще одну каточку Надеюсь, во второй каточке получится хоть чуть-чуть, но лучше А то первая каточка прям совсем какая-то Неахтив Неахтив Давайте посмотрим, кстати, на циферки Давайте на циферки посмотрим Значит, ДПМчик чуть больше 2900 На самом деле этого мало Этого постоянно не хватает Я считаю, что для такой ПТшки могли бы дать и 3300 ДПМ Хотя, вот, если посмотреть на Вазика Он, по-моему, ближайший родственник, кстати, к объекту 2684 То есть, у него концепция игры примерно та же То у него тоже примерно 3000 ДПМ Ну, то есть, чуть-чуть побольше на соточку Но, на самом деле, это роли не играет А вот то, что пробитие у него выше Вот это играет роль Потому что 265 мм, как вы видели, не хватает для того, чтобы пробить Допустим, того же Вазика То есть, против ПТшек играть И против тяжиков играть Которые бронированные, да? Довольно тяжело Довольно тяжело Ну, давайте поедем Попробуем на ТТ направление катить Не буду жестко закатываться Не буду жестко закатываться Но, чтобы вы понимали, что мы имеем Мы имеем низкое бронепробитие И мы имеем не самый лучший ДПМ Я считаю, что это комбо уже не впечатляет А еще до кучи Мы кое о чем не поговорили О точности Точности, кстати, танку тоже не хватает Вот когда я отвернулся, вот так вот У меня щека оголилась То есть, нужно стоять и прямо смотреть на противника Только тогда что-то, может быть, получится Ну, вот если вот так вот будут подставлять НЛДшку Конечно, вы пробьете Но, видите Из-за того, что КД довольно долго Там 14 секунд Я не успел Я просто тупо не успел Откатываться, в принципе, более-менее удобно Потому что 20 км в час скорость заднего хода Это такой своеобразный маленький плюс Который нас спасает Потому что, если бы была скорость заднего хода медленная То, естественно, у нас бы ничего не получалось Ну, здесь уже бой складывается более-менее адекватно То есть, на нас не вкатывают прям по жести Они высовываются периодически А я периодически им закидываю свои мощные плюхи То есть, альпа у нас все-таки имеется 690 И этого хватает Для того, чтобы им стало больно и неприятно И они больше не хотели выкатываться Вот, пожалуйста, 782 Думаете, парень не почувствовал урон? Почувствовал, почувствовал еще как Но сделать он ничего не может ИС-7, скорее всего, нас не пробьет Ну, опять-таки, если он умный То он знает про лючки Про всю вот эту мишру Туда он пробьет Придется поворачиваться жопой К ИС-7 Отлично Его кто-то все-таки убил Вместо меня Ну, ИС-7 сейчас еще надо разочек подкинуть 5 градусов УВН 5 градусов УВН С горем пополам мы нашли свои УВНы И с горем пополам мы сделали победный выстрел Да, вот, пожалуйста Другой отыгрыш Абсолютно другой отыгрыш То есть, в первом бою нас наказали Нахлобучили прям по жести А тут вот вторая степень 4300 555 даже какого-то на света Может, я кому-то в гусеницу дал Может, еще там кого-то подсветил Самое главное, что здесь-то все получилось 75 тысяч кредитов Давайте посмотрим Оп! И на первом месте ПТ-шка оказалась В чем разница между тем боем и этим боем? В том, что в том бою Нас плохо прикрывали Ну да, союзники, конечно, там тоже играют роль Да, безусловно, они играют роль Но в этом бою враги на нас так жестко не вкатывают В этом бою не было вот этого умного вазика 113-го Который спокойнейше меня мог пробивать У вазика 113-го, в принципе, пробитие очень неплохое И с 7-ой, конечно, ни в какое сравнение с ним не идет То есть, и с 7-ого относительно 2-6-8-4 можно не бояться А вот и с 4-ой будет вас пробивать Причем будет легко пробивать Скорее всего, 10 из 10 Ну, естественно, переключившись на голду Хотя, по-моему, он даже на ББшках может пробивать Но я точно не уверен Но в любом случае, лючок никто не отменял В лючок будет попадать точно Так, хорошо Вторая качка получилась более репрезентативной Ну, давайте последнюю Давайте последнюю И еще немножко посмотрим на циферки Смотрите Сведение и разброс Разброс хуже, чем у Бабахи Это вообще один из самых худших разбросов в нашей игре Один из самых худших Сведение еще, ну, такое, более-менее стандартное 5 градусов УВН, естественно, тоже говорит о том Что пушка нифига не удобная На ней играть совсем неприятно Прям совсем неприятно Но можно, но можно Попадает периодически Тем более с ближней дистанции Так как мы едем в ближнюю дистанцию То попадает даже неплохо 38 вперед, 20 назад Вот 20 назад это благословение этого танка Благодаря этому он еще хоть как-то там может выживать Потому что вы успеваете откатиться По проценту побед 56-29 То есть тут тоже вполне себе приятные цифры Как это получилось? Скорее всего, ну, мое предположение Что танк выпал или каким-то образом попал К не самым опытным игрокам И они играют тоже с не самыми опытными игроками Ну, то есть нубка Вот, в нубке Плюс-минус Этот танк действительно не пробиваем Потому что, ну, он выглядит довольно красным Вы сами видели Когда мы в прицеле на него смотрели Люди задаются вопросом А куда тебя пробить? Что ты такое? Да, так вот тоже случается периодически Периодически получается так Что вы не попадаете по противнику Если бы я сейчас дал ту тычку То было бы намного легче нам жить и играть А так как я ее не смог дать То, соответственно, мы сейчас страдаем Причем страдаем конкретненько так Если бы 62-й был чуть-чуть умнее То он бы уже нашел куда нас пробить Потому что, опять-таки Лючок пробивается 10 из 10 Я вам показывал Я думаю, вы все запомнили Все прекрасно увидели Но сразу видно, что 62-й не обладает нужными навыками И вот он переключился уже на фугасы То есть он не понимает Что в лючок можно было засандалить Уже давно Там бабаха стоит Не хочу на нее выкатывать Ну, вернее, под нее выкатывать То есть придется все-таки здесь стоять Ого Бабаха, кстати, может в этот лючок фугасом зарядить В принципе В лючок стреляла Но не в тот Но не в тот Фейковый лючок решила стрелять бабаха Молодец бабаха Уважаю Так, тут надо доторанить Прекрасно То есть, видите Если вы сталкиваетесь с какими-то не особо опытными игроками То получается Весьма и весьма эпично Я бы даже сказал Прикольно Прикольно То есть ты вот кайфуешь с этого танка Ты думаешь Нифига себе он могет Нифига себе он Взял, оттанковал там Бабаху 62-й не смог его пробить На самом деле у 62-го пушка-то точная И если бы он целился туда, куда нужно Он бы пробивал Но он решил, что он Не хочет целиться туда, куда нужно Он решил стрелять в какие-то другие места Ну и ладно Давайте сейчас попробуем боеукладку уторвать этому парню Она у него вот здесь вот находится К сожалению, не сегодня К сожалению, не сегодня Еще можно сзади, кстати, стрелять Там тоже у него боеукладка находится Бдыщ! Ясотый делает вид, что меня не замечает Куда ты поехал, Ясотый? Мы тебя догоним Мы тебя убьем Не, ну в таких боях, конечно, прям весело Прикольно Бдыщ! Бдыщ! На 5, на 700 Да Может, может танк показать себя Но, как вы понимаете Это просто вот пыль в глаза Да, 4100 Опять я нафигачил Чудеса Чудеса Но вспомните первый бой Как меня жестко наказал Вазик 113 Может быть, если бы я не поехал в поле Если бы я поехал на ТТ направление Там бы я показал себя лучше Там бы мы склеснулись, кстати, с 2684 Туда же тоже приехал 2684 вражеский Но случилось, как случилось Так, давайте еще раз 4137 67 тысяч кредитов По фарму, кстати Фарм кое-какой имеется Но не шибко большой То есть не надейтесь на то, что он будет фармить Как какая-нибудь восьмерка Нет, он так фармить не будет Но хоть какой-то Но хоть какое-то серебро он отбивает Действительно отбивает Благодаря своему настрелу мы оказались на первом месте Подкрученные бои Подкрученные бои Второй и третий бои были подкручены А первый я, короче, свою подкруточку отключил И вот решил вам показать Что же получается, если подкруточки нет Собственно, вот Все три боя Первый бой 1300 у нас получилось настрелять Второй бой 4300 Почти 4400 Ну и последний бой 4100 Как вы понимаете Танк действительно что-то может Что-то может в современном рандоме Но опять-таки Против не особо опытных игроков Те игроки, которые знают, куда его пробивать Те игроки, у которых процент побед более или менее адекватный Вот давайте ради интереса посмотрим процент побед тех ребят, с которыми я сражался в этом бою Я сражался в основном с кем? С бабахой 42% побед Очевидно, что не самый умный парень, да? Я сражался с 62-м 62-й по мне лупил 45% побед Вот для этих ребят Для этих ребят Действительно 2684 Это лютейший танк Лютейшая броня Они не знают, куда его пробивать Но как только вы сталкиваетесь с парнем, у которого там 60% побед Ну или даже 55% побед Поверьте Он все прекрасно знает, что вот этот лючок простреливается Точно знает, что лючок простреливается И также прекрасно понимает, что вот эти щеки тоже легчайше простреливаются Когда вы там чуть-чуть мансите или пытаетесь откатиться Он найдет время для того, чтобы выцелить вам эти щеки И для того, чтобы вас пробить КП у танка не особо много 1850 Так что пару-тройку выстрелов подставились И все, и вы шотный Добавим к этому то, что у нас не самая комфортная пушка Нам надо выкатываться из-за каждого холмика полностью Для того, чтобы кого-то пробить И получается, ну не самая лучшая, не самая приятная ПТшка в плане игры Но для дурачков Это просто божественный щит Который не пробить практически ничем Так что, если вы хотите немножко поиграть с какими-то нубами Немножко покайфовать То этот танк, скорее всего, принесет вам свою долю позитива Свою долю невероятного танкования Но, поверьте, это танкование, оно фальшивое На самом деле, пробить его довольно-таки легко Ну и на этом, пожалуй, все Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Пишите, что вы думаете по поводу ОМОНа Как он играется по-вашему? Прикольно? Или все-таки не очень? Пишите в комментариях, что же вы испытываете Когда встречаете ПТ ОМОН в рандоме? Облегчение или немножко грусти? Не знаете, куда его пробить? Или все-таки понимаете, куда он пробивается? Ну и напишите мне, будьте вы покупать эту машинку или нет Я вас поздравлю и потом спрошу ваше мнение Мне интересно действительно узнать Как он вам понравится или не понравится После определенного количества боев Хотя бы двадцатничек сыграйте И напишите в комментариях Понравился он вам или все-таки не очень? Спасибо, что досмотрели это видео до самого конца И всем пока!